Америка. Страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидзен радио. Волна 620 АМ. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Грегори Дэвидзен. Это открытая территория. Это передача, куда я, как вы знаете, приглашаю интересных гостей, которые, как мне кажется, будут интересны не только мне. Но уверен, что сегодня у нас в гостях именно такой человек. Почему я в этом уверен? У нас на прошлой неделе, в четверг, была передача, которая, неожиданно, скажу так, для меня, по крайней мере, вызвала огромный интерес. Мы получили много звонков. Я уверен, что человек, которого через несколько, буквально секунд, представлю, получила много писем, звонков. В общем, что называется, продолжение следует. Гость программы Ольга Скорбатюк. Психолог, исследователь, аналитик, автор многих научно-популярных книг. Человек, который занимается темой, который для меня, по крайней мере, до прошлой недели звучало очень странно. Называется это каталог человеческой популяции. Я попрошу Ольгу поздороваться с нашей аудиторией и вкратце рассказать, о чем же шла речь в прошлой передаче. Ну, а дальше ответить на те вопросы, которые задали вы, дорогие наши радиослушатели. Ольга, приветствую вас. Здравствуйте, Грегори. Здравствуйте, слушатели, дорогие передачи. Спасибо за приглашение. Вы хотели бы, чтобы я напомнила, о чем шла речь в прошлой передаче? Ну, конечно, я уверен, что не все слушали прошлую передачу. Если мы начнем с середины, то это как бы начать со второй серии сериала, не рассказав, о чем же было, о чем шла речь в первой серии. Поэтому, пожалуйста, расскажите нам, о чем речь. Конечно, конечно. Сразу скажу, что эта передача закачана на YouTube. Я оставлю ссылку для тех, кто хочет в полном объеме. Но если в двух словах, то речь шла о том, что русский исследователь, синолог Андрей Николаевич Давыдов в 80-х годах прошлого века теперь уже открыл, очень таинственный и даже, можно сказать, мистический древневосточный источник, древневосточный текст, который называется «Шанхайдзин», каталог «Горы морей», книга «Горы морей». Он уже, наверное, многие тысячелетия существует в нашей цивилизации, и он абсолютно открыт. Это не какое-то сакральное знание. В Китае его хорошо знают, как манускрипт, как книгу. Но Андрей Николаевич решил его рассмотреть с немного другой стороны. Его гипотезой было то, что ему показалось, что вот все эти картины, которые рисует книга «Горы морей», которая наполнена очень огромным, колоссальным количеством каких-то образов и природных, и мифических, очень странных, необычных химер, божеств, просто животных и растений, гор, рек, морей и так далее. В общем, он тогда предположил, что это может иметь какое-то отношение к человеческой психике. И он стал изучать этот каталог где-то, наверное, до 2000 года, немного раньше он уже закончил, так сказать, составление этой технологии на базе Шанхайдзин и уже назвал это каталогом человеческой популяции. Есть еще более народное название каталог человеческой душ, но это так совсем не научно звучит, но, в принципе, тема отражает. Можно вопрос? Можно я вклинусь? Все-таки это что такое? О чем мы говорим? Это наука? Или это, я не знаю, там, мифология? Я не знаю, как назвать. Или это ненаучный подход? О чем мы все-таки говорим? Нет. Если под словом «это» вы подразумеваете наше исследование, то да, оно было произведено, так сказать, со всеми научными критериями и согласно всем научным правилам. То есть он работал, Давыдов работал с Лукьяновым и так далее. Из Восточного университета в Москве, я забыла, как он называется, уже давно дело было. То есть он работал с синологами и как бы он с ними это, ну, как бы не то, чтобы вы начинаете, работал он всегда сам, но, так сказать, в рамках вот этого всего. Понимаете? То есть сам по себе источник, это чисто мистически, потому что он существовал до появления всяких наук и религий, кстати говоря, тоже. Так что, естественно, это очень древний пласт, так сказать, и мифологический в том числе, но он был изучен именно научными методами. Понятно. Будем считать, что на стыке мифов и науки. Ладно, продолжайте, пожалуйста. Я бы сказала, что миф, да. Дело в том, что я сразу сказала, еще, по-моему, в прошлый раз, это все было начато в научной среде и с привлечением разных очень известных специалистов, ну, вот как Лукьянов, например, он достаточно известный в России, синолог. Вот. Потом это все, когда технология уже была создана, это все оторвалось от науки, несмотря на то, что Андрей Николаевич Давыдов выступал на научных конференциях, и записи его выступлений есть на сайте нашей лаборатории. И несмотря на то, что мы с ним писали научные статьи, они были тоже выполнены нами в строго научных рамках. Да. Ольга, а что такое синолог? Синолог – это специалист по китаеве, это китаевед, это специалист по Китаю, по дальневосточному языкам и так далее. Институт Дальнего Востока, вот как это называется, наконец-то я вспомнила название. Но неважно. В общем, когда эта технология уже была создана, поскольку единственным ее автором и разработчиком, по сути, был Андрей Николаевич Давыдов, он как-то это все, так сказать, от научной среды отошел. Этому есть очень много разных, так сказать, факторов, почему это произошло. Но наука, в общем-то, очень интересно на это отреагировала. То есть всем было интересно, все это хотели, но каждый хотел это просто забрать. Но давайте не будем об этом. Короче, от науки отошли. И если вам будет интересно, что сейчас у нас, какие взаимоотношения с наукой, я расскажу об этом. Но я думаю, что интереснее, наверное, все-таки про сам каталог поговорить, чем про вот эти все... Ну да, и ответить на вопросы, потому что вопросов радиослушателей было много. Я думаю, если вы сейчас начнете отвечать на вопросы, то это займет как раз весь остаток передачи. На передачи. Поэтому давайте мы вкратце... Я не думаю, что мы уложимся. Грегори, мы вряд ли уложимся, но мы можем начать. Понятно. Ну, тем более. Давайте тогда более-менее понятно или непонятно, я надеюсь, что наши радиослушатели хоть что-то усвоили из того, что вы сказали уже сегодня. Давайте микрофон ваш. Да. И просто действуйте так, как вы считаете правильно. А вы мне можете зачитать вопросы? Я их не помню наизусть. А, вы хотите, чтобы я вам зачитывал вопросы? Да, конечно, я могу зачитывать вопросы. Буду поступать в качестве потенциальных радиослушателей. Спасибо. Читаю первое сообщение. Здравствуйте, Ольга. Прослушал про ваш каталог и про то, что вы сказали, что искать мужа и жену можно по психогенокоду. У меня вопрос такой. А что, если я с женой уже 20 лет прожил, хотя и не идеальный, что нам делать? Заводиться теперь, если мы не с соумейтой, это же звучит как-то странно. А если я все равно хочу, чтобы наша семья продолжала существовать? Ну вот, как быть? Да. Здесь все очень просто. Про это не было сказано на прошлой передаче, потому что до этого просто не дошли руки у меня в данном случае или язык. Значит, здесь ответ следующий. Подбирать партнеров по психогенокоду надо до того, как ты создаешь семью. Это нужно для того, во-первых, сделать ее более гарантированно устойчивой. Понимаете? Я рассказывала, кошка с кошкой, собака с собакой, все как в природе. Коэлла с жеребком и так далее. Вот что такое психогенокод в двух словах. То есть, когда семьи еще нет и вы только знакомитесь, лучше подбирать по психогенокоду. Если это уже 20 лет и там уже дети, да даже если это два года и они не хотят ничего менять, их все устраивает, ради бога. Значит, каталог для этого предоставляет следующий очень мощный инструмент. Называется он манипулятивные режимы человека. Вы должны взять информацию о вашем партнере, узнать его под видовую программу, что там у него записано, какой он, то есть, узнать его наконец. Даже если вы живете за 20 лет, вы его не знаете таким, как он создан. Он сам себя не знает. И второе. Взять манипулятивные режимы. Их существует три. Это значит подавляющий режим, балансовый режим, стимулирующий режим. Это природные, природные, подчеркиваю, режимы. Саморегуляции их никто не сочиняет. Они вбиты, так сказать, в психику и вбиты в этот самый психогенокод, то есть в гены, то есть в программу. Он уже вбит от рождения. Мы это высчитываем. И если эти режимы играть вашему существующему уже партнеру, это неважно, кто это. Это может быть не муж и жена, это может быть, я не знаю, начальник, ребенок, друг, я не знаю, кто угодно. Вы, этот человек, вас начинает слышать, вы как бы начинаете говорить с ним на одном языке, на его подвидовом языке. А иначе получается, что вы, например, русский, вы пытаетесь с китайцем или с американцем общаться на русском. Вас понимают так же хорошо, как вас понимают, если вы не употребляете манипулятивные природные режимы, которые индивидуальны. Вот я сейчас слышала рекламу теория Чепмана языки любви. Там их несколько. Я не знаю, я ее не изучала, мне это неинтересно. Но просто скажу, что их не пять, не шесть, не семь, не десять, так называемый, если говорить его языком, его теории, языков любви 293. Столько же, сколько подвидовых структур Homo sapiens. Поэтому секундочку, секундочку, это не была реклама, это была информационная передача, это не была реклама. Да, ну извините, я просто за это зацепилась, потому что мне показалось, что меня сейчас будут про это спрашивать. Не-не-нет, это не реклама, это просто наша ведущая, зная, видимо, что у нас будет передача, я просто удивляюсь, или просто случайно попала, Алина Вишневецкая в своих новостях дала информацию о том, что такая теория существует, и не более того. Да, 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 ну вот сейчас как бы не будем на это отвлекаться, я просто так это сказала только для того, чтобы люди знали, что на самом деле этих языков любви 293. И мы их вычисляем, мы их как бы вытягиваем от бессознательного с помощью Шан Хадзин, с помощью этой книги, которая является описанием вот этого подвидового, так сказать, разнообразия, вот этого программного обеспечения, уже врожденного, данного с рождения матушкой природы. В этой книге оно записано, мы его, так сказать, находим в этой книге по фенологическим циклам, это я объясняла в прошлый раз, как по дате рождения день, месяц, год, и год только високозный, не високозный имеется в виду, вот, мы это вычисляем и мы даем человеку как будто бы такой сценарий, роли, которую он должен играть, понимаете? Вот в чем вся проблема, то есть, да, вы можете по-прежнему с кем угодно общаться, взаимодействовать и даже близко взаимодействовать, как это происходит в семье, но дело в том, что если со своим соумейтом, то есть, человеком своего подвида, для вас это не нужно играть какие-то роли, понимаете, то здесь нужно, и это даже обязательно, если вы хотите с этим человеком продолжать иметь семью, иначе вы просто расстанетесь и разведетесь рано или поздно, понимаете? То есть, здесь, вот для этого нужно знать соумейтов, то есть, все равно выход есть, никто не говорит, идите разводитесь, так все устроено, для этого каталог и дам, чтобы мы, если нам нужно, контактировать с кем угодно, с любым представителем любого подвида. Я надеюсь, что я достаточно понятно объяснила, да? Я надеюсь. Читаю следующее письмо. Здравствуйте, Ольга. Вы меня очень удивили своим рассказом про вашу технологию, каталог человеческой популяции. Вы обещали сказать, чем человек отличается от животного, если оба биороботов с программой, можете рассказать? Да, конечно. Здесь все очень просто. Человек отличается от животного, если говорить в двух словах, то сложностью своего устройства, сложностью устройства его психики и тела, психофизиологии. Как это работает? Значит, язык программного обеспечения как человека, так и животных это образы. Об этом мы еще будем говорить, если меня пригласите еще раз, я вам все это объясню. Программа и человека, и животного записана образами, как и все записано в этом мире, где мы живем. Смотрите, что, например, человек, собака или любое животное, вот у собаки только один образ в программном обеспечении это собака. Он не может быть ни кошкой, ни оленем, ни рыбой, но его нельзя в это превратить. А вот у человека, человек устроен так, что у каждого в программе от 30 до 200, до 200 образов разных. Там может быть и собака, и кошка, и рыба, и птица, и, я не знаю, и олень, все могут быть в одной программе. Это делает человека уникальным, это делает человека очень отличающимся от животных. Так что краткий вопрос на этот, краткий ответ на этот вопрос это сложности устройства психофизиологии. То есть и человек-биоробот, и животное-биоробот, но их программное обеспечение устроено по-разному. И устройство человека отличается вот тем, чем я сказала. Я ответила на вопрос. Ну, надеюсь, наш слушатель потом надо знать. Читаю следующий. Я готова это все дальше развернуть. Я пока пытаюсь, чтобы мы ответили на большее. Ну, развертить кратко. Пытаетесь рассказать просто о сложном. Вот этим отличаются научно-популярные программы от научных. Я надеюсь, что вы заметили, Грегори, я правда пытаюсь не употреблять каких-то научных особо слов. Я пытаюсь быть понятной. Это точно не надо. Иначе буду все время вас останавливать и просить расшифровать научный термин. Ну что, поехали в следующий. Я могу это. Следующее письмо мне особенно приятно. Оно начинается. Здравствуйте, Ольга и Грегори. Видите, я уже тоже к вам пристегнулся. Спасибо за интереснейшую передачу про каталог популяции. Ждем продолжения. Вопросов много, пока задам только один. В передаче вы сообщили, что у Homo sapiens дети не являются антенным продолжением своих родителей. Меня это очень заинтересовало, что это значит. Спасибо. Микрофон ваш. Хорошо. В природе устроено так, как мы знаем. То есть кошка, кот и котенок на выходе. Правильно? Вот это есть антенное продолжение. То есть два существа одного подвида, биологического вида кошка, произвело на свет третьего члена подвида, того же биологического подвида. Правильно? А у людей все, так сказать, Кошка собаку родить не может. Устроено не может. Это точно. Да, абсолютно, абсолютно. И вот здесь что получается, что поскольку у Homo sapiens люди разных подвидов, представители разных подвидов могут взаимодействовать друг с другом, в том числе и сексуально, понятное дело, что от этого бывают дети. Поэтому и эти, и это все как бы так оно устроено, оно так и должно быть. вот это вот поиск soulmate это просто желание оптимизировать процесс. Но вообще он может происходить, то что это два разных подвида, у них рождается ребенок, и этот ребенок тоже совершенно другого подвида. Отсюда вот это вот главный корень, так сказать, очень известной проблемы родительских детских отношений. Да, Грегори, слушаю. на самом деле, все нормально, знаете, что я хочу сказать, постараюсь еще больше упростить, как я понимаю, если ваша теория хоть на какой-то процент улучшает качество поиска, когда кто-то или парень ищет девушку, или девушка ищет парня, и вот по каким-то критериям это улучшает шансы, что в результате образуется что-то более качественное, конечно, такая теория уже имеет право на существование. Вопрос, насколько это воспроизводимо, насколько это достоверно. Знаете, я ведь на самом деле, видите, я уже на себя перетягиваю одеяло. Я-то из научной среды, я до эмиграции, сразу после института занимался наукой в области медицины, в области радиоэнклидной синтеграфии. Поэтому для меня вот, конечно, слово мистика, когда касается чего-то важного, оно как бы немножко режет ухо, потому что мировоззрение. Совершенно верно. Но я при этом понимаю, что достаточно многие вещи в природе с точки зрения до конца объяснить невозможно. Что тут есть? Мистика, кто-то говорит о религии, кто-то просто о том, что это недостаточно изучено, но фоксуется фактом. До конца мы не постигли многие вещи, которые есть в природе и в том числе в нас самих. Еще неизвестно, кто более сложно устроен. Прежде всего. Или природа, или мы, потому что судя по всему человек это наверное с этим трудно спорить, это наверное высшее достижение того, что сумела создать природа за время своего существования. Поэтому будем считать, что то, что в нас это самое важное и высшее достижение природы. Вот примерно то. Вы знаете, Грегори, я понимаю вашу точку зрения как человека, который из научной среды. Когда-то электричество тоже было мистикой. Много веков. И потом, пока оно стало чем-то, что наука может понятие объяснить. Поэтому о чем мы говорим? Конечно, это так. Все требует изучения и я рада, что у вас такой открытый взгляд и вы, несмотря на свое научное мировоззрение, смотрите широко. Это очень меня радует. Спасибо вам. Нет, смотрите, я абсолютно и допускаю и более того, я считаю, что каждый, практически каждый, кто нас слушает и мы с вами можем припомнить ни один и ни два случая в жизни, где встает вопрос, неужели такое могло произойти без существования чего-то неопознанного и неразведанного и мне кажется, что какие-то вещи точно невозможно объяснить без принятия каких-то религиозных долгов. это при том, что я не причисляю себя к религиозным людям, но тем не менее какие-то вещи, которые происходили со мной без наличия чего-то сверхъестественного объяснить просто невозможно. Скажите, где можно узнать даты своих soulmate из вашего каталога человеческой популяции? Что вы скажете людям? Да, это задавали несколько раз вопрос и в принципе на вашем радио уже должна быть какая-то информация об этом, потому что я давала ее вашему секретарю, передавалась. Самое простое позвонить нашему секретарю Леночке и сказать вот мы звоним, нам сказали, что у вас есть информация, дайте нам ее, пожалуйста. Ну вот это ответ. Есть раздел, это прототип вот того самого мобильного приложения знакомств, помните, я рассказывала на прошлой передаче, который мы хотели бы создать в будущем, а это просто прототип, там никто вам не будет искать soulmate, как это будет делать, я надеюсь, AI в нашем приложении, но хотя бы вам дадут совершенно бесплатную информацию, кто эти ваши soulmate, какие у них даты рождения, как правило, это не одна дата. AI это по-русски искусственный интеллект, я просто перевожу. Да, искусственный, извините, да, извините. Очень интересная передача, спасибо, на самом деле вы уже ответили на вопрос, кто создал каталог, поэтому... Нет, я не отвечала, Грегори. Нет, мне казалось, А то это точно будет мистика. Нет, я с самого начала сказала, не спрашивайте меня, кто это был. А, нет, я просто имею ввиду, что вы рассказали о человеке, который, в общем-то, посвятил много времени. А, каталог человеческой популяции, как расшифрованные человеческие программы, создал и открыл Андрей Николаевич Давыдов, да. Но кто вообще его человечеству дал, это я никогда не говорила и не скажу, потому что я не знаю. Ну, это уже следующее сообщение, это просто уже какой-то... Ну, я прочту его, потому что оно здесь, но это уже, конечно, слишком. Спасибо. Продолжайте рассказывать про ваш каталог. Мне давно интересно узнать, зачем я живу. Давайте мы уйдем на рекламу. Зачем мы живем, это, конечно, философский вопрос. Я надеюсь, что человек спросил не только про себя, но и про наше сайте, да, то, что мы говорим по-английски, для нашей общности, и мы послушаем, что вы скажете за исчезвение вашего каталога. Америка, страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидзен радио, волна 620 АМ. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать. Добрый день, еще раз добрый день, приветствую всех радиослушателей. Хочу еще раз напомнить, что у нас в гостях, вот пытаюсь сформулировать, чтобы не ошибиться, со-создатель каталога человеческой популяции, правильно я сформулировал, да? Грегори, я бы немножко по-другому сказала, все-таки со-разработчик, а не со-создатель. со-разработчик, ну хорошо. Ольга Скорбатюк у нас в эфире, и вы знаете, что я хочу, только что вы, наверное, вместе с нами слышали рекламу RTN-телевидения, это наше телевидение, наверное, вы знаете, что Дэвиден Ради и RTN это один холдинг, у которого общие создатели, передач, общие ведущие, и я хочу подумать, а то мы посоветуемся с Ольгой, может быть, нам стоит сделать передачу на телевидении, где можно будет не только слышать и видеть, если это кого-то заинтересовало, то можно позвонить нашему самому дорогому на радиостанции человеку, нашей Леночке, которая сидит на фронт-деске 717-33-90-90, она вам подскажет, как, если вы захотите подписаться на телевидение RTN, в отличие от радиостанции, которая в прямом эфире, и бесплатное телевидение у нас подписное. Читаю следующий вопрос. Ольга, спасибо за интересную передачу, ждем следующих. Расскажите, пожалуйста, про вашу идею про мобильное приложение на конс, по психогенному коду. Я много лет потерял на дейтинг-сайтах, мне интересно, чем это ваше приложение знакомств от всех других отличается. Оно еще не готово, насколько я знаю, чем оно будет отличаться, скажем так. Чем оно будет отличаться, да, это хорошая, так сказать, поправка. К сожалению, да, оно еще не готово, но весь алгоритм готов, и он может быть запущен хоть завтра. Делается это достаточно просто с точки зрения технической, потому что там идет основной упор на то, чтобы даты рождения двух партнеров совпадали, чтобы они принадлежали к одному подвиду. Это главный такой кластер, и только потом будут там раса, национальность, образование, социальное, какое-то, все, что угодно, все, что интересует, возраст, пол даже. Это мобильное приложение знакомств мы бы хотели сделать не только для романтических знакомств, не только для поиска, так сказать, партнеров для семейной жизни или просто для секса или для просто общения, но также, чтобы это было в широком смысле, то есть там можно будет искать по бизнесу, бизнес-партнеров, можно будет искать наемных работников, можно будет найти подходящего, действительно, идеального, я не знаю, няньку для ребенка, сиделку для родителя, какого-то партнера по хобби, ну, естественно, единомышленников по каким-то проектам и так далее, то есть в широком смысле слова, значит, чем это будет отличаться, самое главное, и что это даст. Почему я всегда говорю, что это действительно социально значимый проект? Почему? Потому что, в отличие от всех остальных сайтов знакомств, которые непонятно на каком вообще алгоритме ищут и подбирают, они тоже там пытаются анкеты какие-то делать, насколько я знаю, но это все не работает, и как бы то, что это все не работает, это показывает статистика разводов, правильно? Вот, а здесь предлагается сделать другое, сначала подбирать, то есть человек приходит, вводит свою дату рождения, день, месяц, год, ну, если он, конечно, соврет, так и ему соврут, и найдут не того, кого надо, вот, если он не врет, ему находят массу людей, согласно тем критериям, которые он вернул, либо это просто дата рождения, либо это еще и пол, либо это еще и возраст, либо это еще национальность, все что угодно, понимаете? Но все будет подбираться по единственному критерию. Кошка с кошкой, собака с собакой, птица с птицей, рыба с рыбой. Все. И вот от этого алгоритм может подобрать, знаете, тысячи этих подходящих тебе партнеров, и ты уже будешь выбирать, какой цвет волос тебе нравится, какая фигура, какое образование, и все что угодно. То есть, понимаете, человеку будет предложено выбирать внутри все-таки представителей своего подвида, а не, так сказать, калибри флиртует с бегемотом, понимаете? Или там тигр флиртует, я не знаю, с бараном. Но это, это как бы, сами понимаете, насколько это все отличается. Вот этим отличается. Вот этим. Я говорю о том, что курица должна жить с курицей или с петухом, этому, конечно, возродить очень сложно. Да, я имею в виду, что действительно как там было, кто кому не пара, помните, да? Дельфин и русалка. Дельфин и русалка. Ну вот, значит, дельфин и русалка. Да. Послушайте, но на самом деле, если так вдуматься, это действительно должен быть эпиграф к вашей теории, что дельфин и русалка не пара. Ладно, читаю следующий вопрос. На самом деле, дайте я все-таки сам задам вопрос. Скажите, а вы понимаете степень ответственности? Ведь, смотрите, когда кто-то по вашему критерию сойдется с кем-то и ничего не получится, ну плохо, но как бы не критично. Но если вы, два человека, которые бы не посмотрели на ваш критерий, встретились бы и сошлись и жили бы счастливо, а согласно вашим критериям разойдутся, то вообще мне бы таких пар было бы очень-очень жалко и обидно за них. Поэтому, вот как вы относитесь к той ответственности, которую несете, давая такие, в общем-то, нетривиальные советы. Позвольте пошутить, а что они теряют? Пожалуйста. Они вообще ничего не теряют. Но это так, это, конечно, нарказм, как вы понимаете, потому что сейчас они вообще никак не могут найти своих партнеров. Ольга, Ольга, можно я тоже пошучу? Вы сказали, что они ничего не теряют. Я скажу, но и ничего они не находят в каких-то случаях. Поэтому это все понятно. Я отвечаю на вопрос. Поднимаю ответственность. У меня ответственность, извините, как у разработчика каталога человеческой популяции, который может очень серьезно изменить эту реализацию в общем и целом, и в частности тоже. Понимаете, вот то, что вы назвали, это настолько маленький сектор моей ответственности, что я о нем даже не думаю. Во-первых, технология прекрасно работает, это доказано 25-ю годами использования технологии на практике. У меня нет никаких сомнений, что это будет работать и в матчмейкинге, в сфере знакомств, и в сфере подбора партнеров. Это все, опять же, помните, я вам говорила, все фрактально. Если срабатывает одно, почему не сработает это? Ну, почему оно должно не сработать, если все остальное работает? Тут мир фрактален. Так что у меня все нормально с ответственностью. Понятно. Все хорошо с этим делом. Ольга, удивили и напугали. Разве это не страшно, когда есть такой вот каталог, и тебя на всеобщее обозрение выставляют? Да и бывает ли такое? Каждый человек же уникальный. Отвечайте. Вопрос на засыпку. Ну, страшно, бойтесь. На самом деле не вижу в этом ничего плохого, потому что страх – это та эмоция, которая включает интеллект. Больше будете бояться, может быть, как-то интеллект уже заработает, потому что интеллект у современного человечества, несмотря на все это расхваливание, какие мы все гениальные, как мы отличаемся от своих предков по степени развития своего интеллекта, да ничем не отличаются. Ничем, понимаете? Масса знаний совершенно бесполезных, масса бесполезных неработающих технологий. Поэтому от чего я, собственно, ушла? Но и масса, но и большая, ну, послушайте, вот тут это уже тема, которая мне немножко тоже близка, с чем я с вами абсолютно согласен, что предыдущие поколения, у них было знаний меньше, у них было технологий меньше, но они точно не были не глупее нас. Это 100%. Абсолютно. Но, это я согласен. Они выживали в природе. Да. Ну, может быть, вы правы, что в каком-то смысле жизнь заставляла их быть изворотливее, сильнее, вот, наверное, действительно, выживали сильнейшие, и с более раскрытым потенциалом. Да. Поэтому у них надо учиться. Ну, давайте все-таки ответим на вопрос, что я ушла, я... Нет, просто я хочу сказать, что у нас слабые выживают тоже, и для этого мы и существуем. Я имею в виду наука, медицина и так далее. Ну, хорошо. Значит, у нас еще... Да, по поводу вопроса. Локальность, чем? Страшно ли? Ну, страшно, как говорится, страшно, но разве это не прекрасно при этом же самом раскладе, когда вы можете, не зная человека, заглянуть в книжку и прочитать о нем все, и решить уже тогда, вы хотите вообще с ним общаться, делать какие-то дела, создавать семью. Неужели это удобство не перевешивает ваши страхи? Ох, ох, вы ответственность на себя берете. Даже страшно становится, даже не за то, насколько это работает. Смотрите, если это работает хотя бы чуть-чуть больше, чем половина, то уже такая теория имеет право на существование. Если там уже у вас 70 и больше процентов удачливых предсказаний, да, слово предсказаний, наверное, не совсем правильно. прогнозы... Да все нормально, я уже привыкла. нет, прогноз, наверное, прогноз... Нет, если это предсказание, то я тут не игрок, что называется, не советчик. Для меня все-таки прогноз, более правильное слово, предсказание, это не мое слово. Вот я еще раз говорю, если вероятность хотя бы немножко больше. Смотрите, мне кажется, сам факт, что любая теория, включая вашу, заставляет глубже задуматься, осмотреться и прислушаться к самому себе, я уже не говорю об окружающем нам мире, это уже само по себе дорогого стоит. Вот с этим трудно спорить, насколько эта теория лучше других или хуже других, и насколько она работает. Нас учили, что единственным, не так, самым мощным, а может быть, единственным критерием истины является практика. Ну вот. Поэтому, поскольку у нас есть уже 100 расшифровок из 300, пожалуйста, приобретайте свои описания, сравнивайте его с собой, со своими близкими, с людьми, которых вы, как вам кажется, хорошо знаете, очень много интересного про них там еще узнаете, и вы их там увидите. Вот это было, вот это было, это и является доказательством того, что это все работает и на сколько процентов оно работает. Это совмещение, описание, которое мы делаем, расшифровывая книгу «Горы морей» Шанхайдзин, с реальными людьми. Вот это и является единственным критерием. Понимаете, этот критерий никогда никого еще пока не подводил. Вообще никогда. Я понимаю, что это же фантастично, но это так, это так работает. Пускай это выглядит не скромно. Читаем следующий вопрос. Да. Да, да. У меня такой вопрос. Только не надо мой телефон называть в прямом эфире, уважаемые радиослушатели. Мы никогда без просьбы радиослушателя не называем, заметьте, это можно было даже не просить. Мы никогда телефоны не называем. Вы вот сказали, какие-то манипулятивные режимы есть. Слушайте, это слово не для моего проговора. А что это? Да, да, это слово. И могу ли я манипулировать своим мужем с помощью этого? Спасибо заранее. Вот учите, как манипулировать мужем. Микрофон Вася. Ну, это то, с чего мы начали, Грегори, эту передачу, тем мы и заканчиваем манипулятивными режимами. Окей, значит, наверное, может быть, если вы захотите меня пригласить еще раз, я расскажу про манипулятивные режимы более подробно, раз так это всех возбудило. Значит, манипулятивные режимы, часть психики, встроенной вот этой программы. Программа состоит из четырех частей, как объяснилось. То есть, это индивидуальная подведовая программа, которая, так сказать, определяет всю жизнь человека от ада я, весь его характер, всю его судьбу даже, все с ним будет происходить, это все в программе, правильно? Вот. И есть еще три, три части этой программы. Я перебью на секундочку. Я считаю, это нечестно. Если вы учите женщину, как манипулировать мужем, надо мужу учить, как манипулировать женой. Я за равенство. Я считаю, И я за равенство. Но, понимаете, женщина спросила, а мужчина считает себя на горе. Ему не надо. Он считает, что он уже всех покорил. Ну, вот поэтому будут им манипулировать. Одна из моих книг, моих личных книг, которые написаны Давыдовым еще в 2005 году, по-моему, называется «Или ты манипулятор, или ты манипулянт». Понимаете, есть только две позиции. Если ты, как эта женщина, не узнаешь и не задаешь вопрос «Дайте мне, я хочу манипулировать», ты будешь манипулянтом. Все. Три позиции не бывает. Это звучит, как или ты, или тебя. Вот как это звучит. Но оно так и происходит. Я хочу немножко смягчить, потому что наши радиослушатели могут впасть в панику и подумать, что кто угодно может. Но что такое манипулятивные режимы сами по себе? Это не какой-то дьявольский инструмент. Понимаете, это встроенная часть психики с рождения человека. Три манипулятивных режима, подавляющие, балансовые, стимулирующие. Про них я расскажу, если можно, отдельно, если вы захотите это. Можно я объясню? У нас осталась минута. Я думаю, что нам слушатели не простят. Тем, во-первых, не пригласим в эфир. Они уже записали, что мы обещали им сказать. Но я еще раз призываю всех подписываться на Артем, потому что мы Ольгу пригласим, чтобы она делала телевизионную передачу тоже. Но у вас есть минута для того, чтобы что-то сказать и попрощаться с нашими радиослушателями, потому что сегодня наша передача практически закончена. Хорошо. Манипулятивные режимы это режимы саморегуляции прежде всего. Но если ты их знаешь, режимы саморегуляции другого человека, ты им можешь управлять извне. Это природная вещь, природный сценарий. Оно превращается в инструмент другого характера. Что это за инструмент? Я с удовольствием продолжу рассказывать на следующей передаче и задавайте свои вопросы. Посылайте их на мой телефон 2-1-3-5-4-4-9-3-3-4. Звонить только не надо, просто посылайте свои вопросы. Как видите, я отвечаю на все вопросы. Буду ждать вас в следующих программах. Телевидение, пожалуйста, в 2005 году я выступала на российском телевидении, могу выступить у вас. И с удовольствием буду продолжать и рассказывать на радио, если кому-то эта тема интересна. Надеюсь, что я ответила хотя бы на какие-то вопросы. Я тоже надеюсь, но вы знаете, вы точно хорошо знаете психологию человека. Ведь очередная серия в сериале оканчивается на самом интересном месте. Так и вы закончили передачу. Так получилось, так получилось. Не виноватая я, не виноватая. Так что... Ну, конечно, я психолог, если не скрываю. Я надеюсь, что мы услышимся. А я хочу сказать, что... Спасибо. Сегодня вам спасибо огромное за то, что появились у нас. Спасибо радиослушателям за вопросы, за то, что слушали вас сегодня. И я уверен, что сегодня вопросов будет еще больше, потому что кто-то задаст по второму разу, а кто-то первый. Телефон вы слышали. если позвонить на наш фронт-деск секретарю Лене, она вам подскажет телефон тоже. А мы с вами, уважаемые люди, слушатели, встретимся и в следующем часе. Я уже говорю про себя лично. У меня передача. О чем будет передача и с кем вы узнаете в начале следующего часа, если останетесь слушать. Всего доброго и до встречи в следующем часе. Всего доброго. Вам еще раз спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо, Грегори. Спасибо, слушатели.